Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном. Сейчас с вами Александр Новицкий. Алла Есина, здравствуйте. Несмотря на отмену празднования 23 февраля, люди по привычке поздравляли друг друга и даже дарили подарки. Но рекорд на самый необычный подарок, конечно же, побил народный депутат Алексей Гончаренко. Служба безопасности Украины преподнесла ему самый необычный подарок за всю историю независимости нашей страны. Об инциденте, который произошел 23 февраля с похищением народного депутата Алексея Гончаренко, поговорим с самим героем ситуации. Народный депутат Украины, заместитель председателя фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде Алексей Гончаренко присоединился к нам в студии. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ситуация, конечно, не выглядела как в фильмах про похищение и нам не показывали подноготные этой операции, поэтому очень много хотелось бы узнать у вас. Как это? Да, честно говоря, для меня оно все прошло абсолютно тихо. Я просто сидел полдня в запертом помещении без мобильного телефона. Вот, собственно говоря, как для меня прошло половина 23 февраля. А потом, когда уже этих фигурантов задержали, меня выпустили, ну а дальше вторая половина прошла в бесконечных интервью, эфирах, включениях и так далее, и так далее. Но реакция на самом деле и в социальных сетях была очень неоднозначной на информацию о вашем похищении. Об этом мы обязательно поговорим. И предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили наши корреспонденты о хронологии событий 23 февраля, чтобы напомнить нашим телезрителям. И после продолжим беседу. 23 февраля Украина всколыхнула новость о похищении Алексея Гончаренко. Преступники собирались покалечить народного депутата. В результате спецоперации три человека задержаны. Фамилии и мотивы заказчика, а также позиция пострадавшего в нашем материале. Похищение заказал депутат Лиманского райсовета ТОПа Блока Александр Кушнарев. Видеодоказательство эксклюзивно для журналистов Думской ТВ передал гражданский деятель Константин Схаврибашвили. Я хрен на хроне, я хрен на хроне, я хрен на хроне. Я извините, я перебиваю. Я тебе перебиваю. Все будет нормально. Он не хочет позиции. От того, что я ему сделал, еще никто не умрел. Он будет слепой и хреном. Все. Все. Что, мама? Хватит. Хватит. Более чем. И с Татьяновичем. Все равно должно быть какое-то место, где он должен быть спрятан за пиццерлером. Связывая, никто не хватит с армифиром. Об этом мы уже решили. Ну, это ладно. Это с тебя пусть не важно. Личность заказчика подтвердили на совместном брифинге СБУ и прокуратуры. Спецоперацию по поимке злоумышленников готовили несколько месяцев. 23 февраля Кушнаревы и его подельникам сообщили, нардеп похищен. В указанном месте их уже ждали сотрудники СБУ. Вони особисто приїхали в місце, в яке не имя было визначено, як місце тримання похищенного потерпілого. Вийшли туди в масках, в балаклавах, для того, щоб потім їх не могли впізнати під час руху до цього приміщення та виходу з цього приміщення. Тому было принято решение про початок реализации цього кримінального проведения, и вони были сегодня затриманы. Убийства нардепа в планах не было. По информации прокуратуры, ему собирались нанести сильные увечья. Даже взяли с собой молоток. Він з двома своими спільниками виїхав на місце і мав наносити народному депутату тілесні ушкодження, а саме застосовувати кислоту, знивичити обличчя, позбавити зору, а також переломати коліні чашечки. Заказчик покушення Александр Кушнарев – отец боєвика одеської дружини, погибшого в Доме профсоюзов. Слуги зла, как выглядит украинский націонализм и колокола одеської хатыни. Сотни экземпляров таких книг, в которых открыто культивируется ненависть к украинским патриотам, нашли у злоумышленников при задержании. Не обошлось и без российской пропаганды. За смерть Геннадия Кушнарева отомстить Алексею Гончаренко призывают сюжети российского пропагандистского телеканала. То есть, на какие, до Одессы дойти? Конечно, там работы много. Первым, у Гончаренко повесить возле Дома профсоюзов, на его кишках. Следствие продолжается. Один из мотивов преступления – месть. Такое предположение в эфире Думской ТВ высказал политолог Владимир Фисенко. По его словам, у Гончаренко достаточно врагов среди сторонников русского мира. То, что Алексей находился и находится в зоне риска, ну, это тоже достаточно очевидно. К сожалению, еще раз подчеркну, мы живем сейчас в такое время и в такой ситуации, когда уровень конфликтов и уровень агрессии в политической сфере достаточно высоки. Похищение планировалось с целью устрашения и по факту являлось террористическим актом. Об этом заявил сам пострадавший в студии Думской ТВ. Второе место, как за конкретного Геннадия Кушнарева, хотя к которому я вообще никакого отношения не имею, так и главное за роль мою в событиях 2014 года, когда мы не дали, и я сыграл там большую роль, реализовать в Одессе донбасский сценарий. Очень многим это не дает покоя до сих пор. В Лиманском райсовете задержанный Александр Кушнарев возглавляет фракцию оппозиционного блока. После решения суда он будет лишен депутатского мандата. Алексей, вот в эфире нашего телеканала 23 февраля вы озвучили то, что, возможно, похищение планировалось в виду мести за вашу патриотическую позицию. Правильно я поняла? — Я считаю, моя личная оценка основная, что мотив — это террористический акт. Что такое террористический акт? Акт террора. Акт устрашения. И в этом и была задача. И именно поэтому они говорят, мы его не хотим убивать, мы хотим его покалеченного выбросить. То есть устрашение. Ну представьте себе, не дай бог бы это произошло, но это реально было бы устрашением для очень многих людей. То есть вот что могут сделать с человеком. И в этом была главная их цель. Потому что вот эта вся тема мести, мне она не очень понятна, потому что я не знаком ни с кем из семьи Кушнаревых. И к гибели их с Геннадия Кушнарева не имею вообще никакого отношения. — В социальных сетях высказывалось мнение, что это месть за то, что вы предали партию регионов. — Ну какой-то вообще абсурд. От Виктора Януковича, видимо. Он из Ростова заказал. Ну не знаю, это все, с моей точки зрения, это все совершенно абсурдные вещи. Есть некоторые понятные вещи. 23 февраля. Совсем не случайный день. — Спасибо лично, да. Тут я согласна с вами. — Кушнарев, бывший военнослужащий, глава фракции оппозиционного блока. И, как говорит Николай Скорик, очень достойный человек. Достойный человек, который хочет кислотой выжечь глаза другому человеку, там, лично молотком разбивать ему там суставы и так далее. Еще один задержанный, который тоже генерал в отставке. Это, кстати, заметьте, это не бомжи какие-то, да, то есть это люди с таким серьезным статусом. Мне все понятно. Здесь речь идет об акте террора, который они хотели совершить. Все остальное вокруг, это уже, знаете, вторичное, о котором сегодня говорят. И любому человеку, который был возле Дома профсоюзов, да, я там был 2 мая, да, я занимал позицию, да, я боролся и защищал, и буду защищать Украину. — Потому что там было почти 10 тысяч человек. Когда было 10 тысяч человек, я коктейли молотого в Дом профсоюзов не бросал и со спичками там не ходил наоборот и оказывал еще медицинскую помощь тем, кто из него выпрыгивал. И там нескольких людей, которых там действительно, пара человек, которые выпрыгивали, были люди, чьи друзья погибли на Греческой площади, так их еще успокаивал и просил оставить их в покое. Поэтому, то есть вот эта история вся вокруг мести, она несостоятельна. Им нужен был человек, которого знают в масштабах страны, то есть не просто один из одесситов, им нужен был человек, которого знают в масштабах страны. — Таким образом вы должны были стать той телеграммой, которую отослали всем. Бойтесь и не выступайте. — Да, да, и мы способны, и мы способны. Вот у нас 23 февраля, мы вам всем показали Кузькину мать. Вот в чем была идея. Ну, поэтому... — Алексей, раз уж вы заговорили о Николае Скорике. Его мнение достаточно однозначное в вопросе похищения. Он называет это фарсом и процитирует то, что он приводит его мнение, что в последнее время ваши выступления, которые активно публикуют в социальных сетях, давнишние выступления, где вы призываете голосовать за Виктора Януковича, где защищаете русский язык, потом выходка возле немецкого консульства и так далее, что информация о похищении — это попытка обелить вас как политика и представителя БПП. — Это, знаете, очень смешно. Получается, что я для этой попытки использовал однопартийца Скорика, главу фракции оппозиционного блока в Коминтерновском, ну, это бывший Коминтерновский Терлиманский райсовет. Это самый большой, между прочим, район Одесской области. И этот человек пойдет на многие годы в тюрьму. То есть, представляете, как он меня любит? — То есть, у него такая ко мне любовь, и он так хочет мне помочь, что он готов ради того, чтобы вот как-то мою политическую карьеру подтолкнуть, ну, немножко, ну, там, вот на несколько дней, чтобы я стал ньюсмейкером в масштабах Украины, он готов идти в тюрьму. — Отставной генерал готов идти. — Это провокация против оппозиционного блока, то, что обвиняют Александра Кушнарева. — Ну, подождите, так уже фарс или провокация? Это уже вторая версия. — Фарс похищения, а, собственно, провокация, то, что обвиняют Александра Кушнарева. — Ну, видимо, провокация, мы вот видели, мы же все с вами только что смотрели видео, где он говорит, он будет жить, но я, ну, будет жить слепой и хромой, убивать я его не хочу. Это кто говорит? Это говорит Александр Кушнарев. — Хорошо, ну, к слову, видео предоставлено нейтральной стороной, это комитет, иллюстрационный комитет. — Так понятно, так более того, это видео получено абсолютно законным путем, то есть на видеосъемку, на аудио и записи всего того, что они говорили. — Видимо, были какие-то санкции. — Конечно, санкции суда, и это все длилось не один месяц. И, видимо, в планах провокации глава фракции «Оппозиционный блок» или фарса, или провокации надел на голову балаклаву, взял в руки кислоту, молоток и поехал туда, где ему сказали «я нахожусь». Видимо, он мне хотел помочь просто, он хотел кислотой прожечь путы, которыми меня держат, а молотком похитителей моих бить. — Наконец-то я понимаю. Наконец-то я понимаю. Так вот, есть новая версия для Скорика и же с ним, что они просто поехали на помощь спасать меня, спасать меня поехали. — Не вызывает сомнений тот факт, что провокационное, скажем так, видео было снято, на видео совершенно понятный человек говорит совершенно понятные вещи, и он действительно был на этом адресе. Это все не вызывает сомнений. — Тогда что вообще может вызывать сомнения? — У меня вызывает сомнение вообще построение логики в реакции оппозиционного блока в виде господина Скорика. Он это видео видеть не мог, точнее, не видеть не мог, его показали по телевизору. Вопрос, для чего он занял эту позицию? — Ну, во-первых, вот здесь уже есть личное, то есть господин Скорик… — Это же даже не вабанка, это проигрышная ситуация. — Ну, это вы так думаете. Господин Скорик считает, а, во-первых, он там, вот тут уже есть личные отношения, потому что если с Кушнаревым я не знаком, то со Скориком я знаком. И я ему приносил сухари, верховную радость. И вы думаете, что-то он забыл это или простил, то вы зря так думаете. Он ничего не забыл и не простил. И поэтому это его реакция истеричная, то есть мне, в общем-то, понятно. — У вас, да, личностный конфликт? — Это его такой стиль. У меня с ним нет личностного конфликта. — Политический конфликт. — Да, это правильно, так сказать. Когда человек организовывает, с моей точки зрения, избиение журналистов и активистов, то я такому человеку это никогда просить не могу. То есть бить беззащитных людей — это ненормально, это неадекватно. Так вот, теперь возвращаюсь к его реакции. А с другой стороны, это партия «Оппозиционный блок». То есть он же несет ответственность за Кушнарева. Ведь кто Кушнарева сделал главой фракции в райсовете? — Ну, позвольте, Юлия Владимировна отмежевалась очень быстро от Савченко. — Ну, подождите секундочку. Это немножко разные вещи. Савченко никогда не был членом партии «Батьевщина». Ну и то, что Юлия Владимировна, ей нужно от нее отмежеваться, понятно. А Скорик, он лично несет ответственность. Его же его партийные боссы в Киеве спрашивают. Это, поверьте мне, спрашивают. Потому что это происходит скандал на всю страну. Ты какого идиота привел? То есть я не собираюсь проводить линию, я не думаю, что Скорик сказал Кушнареву это делать. Я так не думаю. Но тогда возникает вопрос. Ты какого идиота привел? Он поставил его главой фракции. Целой фракции оппозиционного блока. Но он несет за это ответственность в любом случае. И вот здесь он уже не может признать это. Да, я привел абсолютно неадекватного человека. Не просто неадекватного. Человека, который способен идти на самые тяжкие преступления. Он не хочет это признавать. И он тогда будет говорить. Да нет, это все неправда. Это все фарс, конечно же. — Ну, неужели не хватает, в общем-то, дальновидности? Здесь же не нужно считать на 8 шагов вперед. Вот здесь понятно, что если есть видео, есть признание, есть следственные эксперименты, есть видеофиксация действий Служб безопасности Украины, а в наше время без этого никак, отпираться лишнее. Сейчас уже нужно сбрасывать эти ненужные карты. — Зря вы так думаете. Он думает совершенно иначе. Вот я объясню логику их. — Он подставляется? — Нет. Он думает совершенно иначе. Он думает, что сегодня он может сказать все, что угодно. Завтра следствие продлится там пару месяцев. Потом будет суд. Суд будет не один месяц. Уже понятна их тактика. Если Кушнарев садится и заявляет, я не знаю украинского языка, дайте мне переводчика. Подожди, ты депутат. Как же ты исполнял обязанности главы фракции оппозиционного блока полтора года в райсовете, не зная украинского языка? Это невозможно. То есть как ты читал законы, как ты читал регламент, как ты читал Конституцию, даже ты ничего не читал, как ты читал проекты решения. То есть это невозможно, то, что он говорит. Да, но он специально ищет любой способ. Да, они начинают затягивать. Максимально это все будет тянуть. Таким образом, до приговора суда пройдет много времени. Когда будет приговор суда, это уже не будет топ-новостью. Сегодня это топ-новость. Сегодня об этом говорит вся Украина. Об этих событиях. Через год или я не знаю, сколько пройдет времени до приговора суда, это уже не будет топ-новостью. И в логике Скорика уже никто и не заметит. И никто уже не вспомнит. Там, ну как там уже было, ах, мало ли, он тогда ошибся. А сейчас его задача отпираться, не признаваться. И будут любые другие интересные события, которые перекроют инфраструктуру. Вот это его логика. Николай Скорик говорит о том, что ситуация с похищением больше похожа на фарс. Есть, к примеру, писатель, военный историк Юрий Дудник. Есть политический аналитик Петр Охотин, который говорит, что историю с вами использовали для того, чтобы отвлечь внимание от более, скажем так, серьезных, насущных проблем. К примеру, то, что в Раде голосовали он и значение аудитора НАБУ британца Найджела Брауна в тот день. То есть сейчас получается так. Значит, Найджел Браун договорился с Кушнаревым, чтобы в этот день Кушнарев решил реализовать свой замысел. Речь идет о вопросе БПП и, в частности, о президенте. Так. Что они использовали вас для того, чтобы отвлечь внимание от тех вопросов, которые принимались в Раде в тот день. А, то есть, получается, не я договорился с Кушнаревым, чтобы он продвинул мою политику. Вас просто использовали, а вы согласились. То есть, получается, БПП, все, теперь понятно. Значит, БПП договорилось с Кушнаревым, что он пойдет на 10 лет в тюрьму, а ему светит 10 лет, и со вторым, который пойдет на 10 лет в тюрьму, чтобы отвлечь внимание от Найджела Брауна в один день, 23 февраля 2017 года. То есть люди перечеркнули свою жизнь навсегда по просьбе БПП. Это депутат. То есть это засланный был, да? Он воппоблок засланный. Он воппоблок засланный. Не зависит, кто на ком стоит, я понять не могу, кто с кем договорился. Ну, абсурд. То есть он был заслан воппоблок от БПП, и его роль была быть воппоблоке полтора года, для того, чтобы в момент Х пойти в тюрьму на 10 лет, чтобы отвлечь внимание от какого-то события Верховной Раде. Но если какой-то человек, который это слышит, ему кажется это здравым, я не знаю, кто такой Петр Охотников и Дудник, я не знаю этих людей, но если кому-то из наших слышащих это кажется здравым, ну тогда я даже не знаю, что к этому же добавить. Да хорошо, скажите, а вы поддерживаете? То есть тихчайшее преступление, им грозят тяжелейшие тюремные сроки. Их жизнь у этих людей перечеркнута навсегда. И все это они сделали, то ли чтобы помочь мне, то ли чтобы помочь БПП, ну это, ну я не знаю. Я даже не знаю, что сказать. Так по такой логике, наверное, можно уже договориться до того, что своего сына он отправил в Дом профсоюзов, и он там погиб, но это все же была частью легенды и подготовки к событиям 17-го года. Ну, я не знаю. Вы поддержите кандидатуру Найджела Брауна? Понимаете, так случилось, что пока обсуждали кандидатуру Найджела Брауна, я сидел в запертом помещении без мобильного телефона. Ну а сейчас? Поэтому я ничего не знаю. Я изучу кандидатуру Найджела Брауна, когда будет по нему голосование, я как народный депутат должен буду определяться. Из-за этих событий я пропустил один день Верховной Раде, увы, к сожалению. Очень многие ваши коллеги по Верховной Раде отреагировали, скажем так, не очень приятно для вас на новости о похищении. В частности, Игорь Масейчук, Владимир Поросюк. О, так я уверен, что Игорь Масейчук, Олег Лешко, они вообще были бы счастливы, кто-то себе никогда не вернулся из этого похищения. Владимир Поросюк. Да то же самое. У вас с ним плохие отношения? Ну, эти люди, понимаете, Верховная Рада такое своеобразное место. Это очень мягко сказали. Да, есть Игорь Масейчук, человек, который брал пакетами деньги на видео, тоже видео сфиксировано, все, он берет деньги, говорит, депутатский запад коштует 5000 долларов, депутатский запад не коштует 3000 долларов. Он вернулся. Видимо, пакеты он брал не зря. И часть пакетов он передал судье. Это же по решению суда. Сюда же сняли депутатскую неприкосновенность. А потом вернули. А потом суд говорит, неправильно вы сняли с Масейчука. Неправильно. Наш Рафик не виноватый. Верните Масейчука. Масейчук вернулся и сидит в сессионном зале. И вы знаете, большинство депутатов, в общем, ну как бы считают это нормально. Вот я так смотрю. То есть никто, ну ни у кого не вызывает вопрос, как такое может быть? Человек, который на глазах всей страны. Я хочу вам сказать, ни в одном парламенте мира такого нет. Вот я даже специально строил прецедент, чтобы человек брал деньги на глазах всей страны, попал после этого в тюрьму, и вернулся и сел в этот же сессионный зал. И сидит на этом месте. И парадокс, выступает постоянно по борьбе с коррупцией. Он еще берет слово и выступает об этом. И я один из тех не так многих депутатов, который постоянно говорит, друзья, как такое может быть? Ну и с ним у вас тоже политический конфликт. Никакого у меня конфликта с ним не было до событий, того, как он взял вот эти пакеты денег. У меня с ним ценностный конфликт, понимаете? У меня этический, скорее, конфликт. Я считаю, что такому, как Масейчук, место в тюрьме. И я это говорю прямо и открыто. Другие депутаты... Ты не намекаете прямо, говорите. Я не намекаю. Я это говорю абсолютно прямо. А Масейчуку это, конечно же, не нравится. Это не нравится Олегу Лешко, который Масейчука в парламент привел. И держит его. Заметьте, Артеменко, вот сейчас, которого они исключили его из фракции. Ну что он там, он действительно там достоин, да, исключения? Ну подождите, а Масейчука никто не исключил. То есть, с точки зрения радикальной партии, Игорь Масейчук абсолютно нормальный, достойный народный депутат. Но деньги это хорошо, Крым это плохо. Ну, вот по такой логике они живут. И когда я об этом постоянно говорю, им, конечно, это не нравится. По Парасюку другая история, извините. Я по Парасюку, я говорю о том, что бить там кого-то ногой на заседании парламентского комитета, это не работа народного депутата. Ну, вряд ли это темно, чтобы человек радовался вашему похищению, тогда еще, когда никто не знал о том, что это обеспект операции. Ну, ничего, зря вы так. Вы понимаете, вы судите по себе, а он судит по совсем другому. Послушайте, здесь страшная штука. Ведь похищение человека очень часто ведет к смерти этого человека. То есть люди заочно радовались смерти, я правильно понимаю? Я думаю, таких людей много. Я думаю, таких людей много. Я знаю, что такие люди бывают разные, их действительно очень много. Но вместо ли таким людям с такой системой ценностей в высшем исполнительном органе? Если даже для Масичука нашлось место в нашей Верховной Раде, то что уж говорить о других? Клетит, давайте вернемся к суду, который уже состоялся на выходных, когда была предъявлена, избрана мера пресечения трем подозреваемым. Почему вы не приехали на суд? Вам было неинтересно? Мне там особо нечего делать, я считаю. То есть как раз все эти заявления, что это, СБУ, чтобы вы понимали, я вообще в этом всем принимал на самом минимальном участии. То есть мне СБУ сказала приехать, уехать, приехать, уехать. Приехать, сидеть. Сидел. Потом говорят, все, ты свободен, иди. Вот, собственно говоря, моя роль. И идти к ним на суд, это означало, что я там иду, они вот все бы, критики бы говорили, что это я, наверное, иду давить на судью своим присутствием или еще чем-то. А я не хочу. То есть есть суд. Суд заслушал, посмотрел доказательства и говорит, этим людям место в клетке. То есть одному дали два месяца содержания, ну больше нельзя дать. И второму дали два месяца. Ну там продлить можно в дальнейшем. Нет, ну потом можно продлить. Я имею в виду разово, нельзя больше. 60 дней, да. И им дали по максимуму, потому что, ну, я думаю, как суть, я такой же человек, как и мы с вами. На самом деле. Когда он слышит мотивы, говорит, я буду там кислотой ему жечь глаза. Ну, как такого человека? Его можно в общество выпускать? Чтобы он ходил по улицам, то есть среди детей, среди людей. То есть, ну, я не знаю. В этом суть правоохранительной системы. Изолировать таких людей. Изолировать это моральное уродство. То есть это не нормально. Таких людей надо изолировать из общества. Вы следили за тем, как проходил судебный процесс? Интересовались, что происходит? Ну, безусловно. Я, конечно же, был заинтересован. И мне было вам там интересно узнать, чем он закончится. Когда он закончился, я об этом узнал из средств массовой информации. Доверяете ли вы нашему суду? Ну, судебная система... Украинскому суду, не нашему. Нет, знаете, так и хочется. Да здравствует наш суд. Я только хотел сказать. У меня к судебной системе масса есть вопросов. Но в то же время мы с вами живем. И вот в эти минуты, пока мы с вами общаемся, какой-то судья вынес какому-то преступнику в этот день сегодняшний. И таких судей ни один, ни два, ни три. Приговор. И какой-то убийца, насильник, грабитель пошел в тюрьму. По приговору судей. Или наоборот. И судья знает. Или откупили его, да. Но мы говорим, все-таки у нас есть в тюрьмах люди, значит, все-таки не всех откупают. У него всякие деньги откупятся. И может быть и так. Но я бы хотел верить все-таки в другое. Я не хочу сказать, что все люди одинаковые. Вот мне нравится, когда говорят, все политики негодяи, все, извините, журналисты продажные, все судьи подонки. Вот это всем мне не верится. Не надо меняться. Давайте обсудим лучше. Так вот, я хотел закончить. Так вот, есть судья, который дал сейчас, сегодня, я не знаю, в каком-то городе Смело, в городе Черкассы, в городе Житомир, бандиту и убийце, там, например, 10 лет. И бандит-убийца видит судью, который дал ему 10 лет. И мы это с вами понимаем. То есть это тоже, на самом деле, не самая простая профессия судей. Тут я не скажу. И вот когда, и это есть. И вот перед, давайте представим, я даже не знаю фамилию, честно говоря, судей, который отправлял их на 60 дней. Но вот сидит судья, ему приносят, он смотрит видео, вот эти люди. Вот они говорят это. Знаете, даже в этом видео еще, мне вот неприятно, вот когда говорят месть, да. Вот если бы у них там горели глаза, они в каком-то таком там портполье, они сидят, едят. Пьют. И пьют. И вот в этом офисе, и вот время вот этой еды, они обсуждают, как искалечить другого человека. Ну, вообще это вызывает, ну, какое-то, знаете, полностью... И другие люди собирались за столом, чтобы вместе как-то вот наносится энергия. Ну, вот, вот, понимаете, какая у них энергия. Поэтому доверяю ли я суду? Я считаю, что в таких преступлениях все равно суд есть, есть честные судьи. И есть преступления, в которых невозможно ничего придумать. Ну, вот невозможно ничего придумать, невозможно ничего рассказать. И это преступление одно из них. Когда людей от момента, как они начали, и до момента, как они пришли с молотком, кислотой, в балаклавах, значит, осуществлять замысел, все зафиксировано, все задокументировано. Я не знаю, мне кажется, для суда несложное дело. Алексей, прежде чем подведем итог темы похищения несостоявшегося, давайте посмотрим сюжет, как проходил суд, и после вернемся в студию. Так, обвинение в свой адрес комментирует главный подозреваемый, депутат Лиманского районного совета от АПО-блока Александр Кушнарев. По информации следствия, он собирался похитить и пытать нардепа. Кроме того, ему вменяют разжигание межнациональной и религиозной вражды, а также призывы к агрессивной войне. В зале суда Кушнарев потребовал переводчика. Мол не владеет украинским языком в достаточной мере. Вы в органах местного самовырязования, вам на обысково было знание украинского языка? Как по суду и особенно. Размагать на украинском языке и защищаться от подозрения, для того, чтобы понимать ее суть. Юридические финансовые действия для нас достаточно сложные. Суд постановил, возможного заказчика преступления отправить в СИЗО на два месяца без права внесения залога. К слову, переводчика Кушнареву все же предоставили. За несколько часов до рассмотрения дела к Приморскому райсуду наведалась самооборона. Активистам сообщили о возможных провокациях. Была информация, что должно было приехать какое-то количество поддержки его, что он не виноват, что все нормально, что это политические преследники, и, как сейчас уже говорит оппозиционный блок, ну, как обычно, свою песенку сейчас начинают заводить. Группа поддержки Кушнарева прибыла к зданию суда позже. Многие из них – активисты Куликова поля. Звободу Кушнареву! Сторона защиты выступала против закрытой формы заседания. Однако судья Иванчук счел необходимым сохранить тайну следствия. Адвокаты также косвенно признают подлинность видео, где Кушнарев рассуждает о своих незаконных действиях. Учитывая его возраст, его состояние души, это была умышленно инсценированная, запланированная видеосъемка каких-то отдельных фрагментов в кругу друзей, то есть, которая не связана с тем, фактически, что он имел или не имел намерения делать. Напомним, в день задержания преступной группировки состоялся совместный брифинг СБУ и прокуратуры. По информации правоохранителей, Кушнарев не планировал убивать Гончаренко. Политику хотели перебить коленные чашечки, а также ослепить облив кислотой. Юлия Провачая, Ольга Китик, Виталий Прус, Думская ТВ. Я, может быть, я фаталист, я не знаю, но да, мне неприятно. То есть, сказать, что вот это все меня как-то радует, это, ну, знаете, совсем... Вот я даже сейчас слушаю, и мне неприятно очень. Но если вы фаталист, то вы должны нести ответственность за свою семью. Семья — это тоже для политика очень важный рубеж. Да, конечно. Будете ли вы защищать каким-то образом физически? Я думаю, я сегодня вижу, что наша служба безопасности Украины способна предотвращать такие преступления. Это уже третий раз в отношении меня происходит, и третий раз СБУ предотвратило. Я очень хочу надеяться, что это был последний раз. Я очень благодарен СБУ, я очень благодарен прокуратуре, которые это смогли выявить и предупредить. И, в общем-то, знаете, а как жить там любому другому гражданину, моему избирателю? У них тоже, к сожалению, могут оказаться они там целью, мишенью какой-то преступного замысла. У них нет возможности, да, там, жить под охраной. И вообще нельзя, что мы все будем жить под охраной. То есть вы не планируете усиливать охрану? Нет. На данный момент? Нет. Давайте перейдем еще к одной теме. Сегодня трагическая дата, очередная годовщина убийства Бориса Немцова. До этого вы ездили в Москву и участвовали в маршах памяти. В этом году вы не поехали. Почему? И как, собственно, вспоминаете Бориса Немцова? Я участвовал только в одном марше памяти, сразу после его убийства. Который плачево для вас закончился. Да. Это, кстати, к вопросу, который вы ранее задавали про охрану. Когда я ехал в Москву, я понимал, что это может по-разному закончиться. Понимал. Я же не... Ну, собственно, поэтому вас обвиняли в том, что это драма. Я не наивный мальчик. Так и я достаточно все, в общем, здраво осознаю. Но я считал, что есть вещи, которые ты должен сделать, вот если ты себя уважаешь. Бориса Немцова я знал лично. У меня не было его близким другом, это совсем не так. Знала его совсем немного, но знал. И когда его убили, для меня было принципиально поехать попрощаться с ним. Тем более, как потом выяснилось, я был одним единственным украинским политиком, который приехал это сделать. И да, там закончилось лично для меня полдня в московской полиции, там, избиением и так далее. Ну, слава богу, все в итоге закончилось хорошо, лично для меня. А имя Бориса мы вспоминаем и будем вспоминать, потому что он всем доказал, что он был человек принципиальных взглядов. Ему там прогнуться под Путина было очень-очень легко. Но он этого не сделал и вел себя очень мужественно. К сожалению, его сегодня с нами нет. Но он, безусловно, не знаю, мне кажется, очень многие люди, он остался в памяти очень многих людей, в том числе в моей. Давайте напомним тоже нашим телезрителям о деятельности Бориса Немцова и, собственно, о том, как вы посещали Москву и как отреагировали российские власти на визит украинского парламентария. Два года назад был убит оппозиционный российский политик Борис Немцов. Вечером 27 февраля 2015 года он встретился в московском ГУМе со своей подругой, украинкой Анной Дурицкой. Политик отпустил шофера и вместе с девушкой пошел в направлении Болотной улицы неподалеку от здания Кремля. Когда они пересекали мост, с ними поравнялся белый форт, из которого по Немцову открыли огонь. Неизвестные выстрелили не меньше шести раз. Четыре пули попали в сердце и голову Бориса Немцова. Политик погиб на месте. Уже 8 марта были задержаны пятеро подозреваемых. Трое из них – сотрудники правоохранительных органов Чечни. Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов, подорвал себя гранатой при попытке задержания. Один из арестованных дал признательные показания, назвав причиной убийства критику Немцовым ислама и мусульман, проживающих в РФ. Позже он свои слова забрал. Остальные арестованные свою причастность полностью отрицали с самого начала. 3 октября коллегия присяжных приступила к рассмотрению дела. Обвиняемые до сих пор не признали свою вину. Они намерены добиваться оправдательного вердикта. При этом многие эксперты считают, заказной характер убийства Немцова свидетельствуют, его не могли совершить без указки Кремля. Об этом, в частности, заявил доктор наук Юрий Фельштинский. Пока длится следствие, память о Немцове живет. Несмотря на частые расправы с митингующими, оппозиционеры в России устраивают траурные шествия в память о погибшем. Однако это не нравится властям. В прошлом году на таком марше 1 марта нардеп Алексей Гончаренко был задержан российской полицией. Политик хотел возложить цветы в память о Борисе Немцове, а вместо этого попал за решетку. При задержании Алексей Гончаренко предъявил дипломатический паспорт, который предоставляет ему международный иммунитет. Однако этот факт не остановил полицейских. А после народного депутата и вовсе избили в камере. Что же касается Украины, то в разных городах страны в эту трагическую дату проходят траурные акции. Люди приносят цветы и зажигают свечи в память о погибшем. Действительно, мы видим, что и в Украине вспоминают Бориса Немцова. Мне очень понравилось, как в Киеве из свечей выложили «Борись». «Борись» и «Борис» и на русском и на украинском звучат одинаково. Для вас постать Бориса Немцова кем является? Вдохновляет ли она на борьбу? Для меня это просто друг Украины, которых даже в среде российских оппозиционеров далеко не так много, как нам бы того хотелось. И это человек очень мужественный, который не побоялся, который не сбежал из России, который не уехал, как очень многие сделали, а который отстаивался из взгляда до конца. За это его, видимо, так и ненавидела российская власть, что в итоге убила. Я абсолютно не сомневаюсь, что в его гибели виновен Владимир Путин. У меня в этом нет даже вообще доли сомнения. Это была показательная расправа, акт террора, вот как мы с вами об этом говорили в начале передачи. Ну и, собственно, тогда напрашивается вывод, что расследование никогда не будет доведено до конца. И реальные виновники не будут наказаны. Да, это очевидно. Как минимум, можно сказать, что заказчики никогда не будут названы, но заказчиков обязательно назовет история. Нет ни одного преступления, которое в итоге не осталось нераскрытым. И это преступление будет раскрыто. Но, наверное, это все уже произойдет в исторических масштабах. То есть тогда, когда режим Владимира Путина отойдет в небытие. Говоря об истории терроризма, скажем так, в политике, мы видим очень много примеров, когда эти акты устрашения были в одном случае использованы действительно как террор, в чистом виде, а в другом как спусковой крючок для какого-то механизма. Например, там, все понимаем, откуда началась официально Первая мировая война. Отсюда вопрос. Пытается ли в Украине, в частности, на вашем примере, вот это, была ли это попытка запустить какой-то механизм? Нет, мне кажется, это внутрироссийская повестка. Если вы говорите о убийстве Бориса Инисуала... Нет, нет, в вашем случае. А, в моем случае я тоже... Могло ли это быть вот спусковым крючком для чего-то? Знаете, пока следствие, я так понимаю, не располагает данных о том, что они там руководствовались более каким-то широким планом, им ставили задачи, может это выявится в рамках следствия. Пока мне это больше похоже на акцию такую антиукраинскую. И все. А группы, которая себя там... Незавиционированная, без центра группы самостоятельной, такой какой-то самостоятельной ячейки. Ну, пока выглядит это так. Может быть, следствие покажет, что ситуация выглядит совсем по-другому. Слишком масштабная самостоятельная ячейка. Единственное, что в этом выбивается, это все-таки личность господина Кушнарева, то, что глава фракции оппозиционного блока. Вот это у меня вызывает большие сомнения и внутреннее напряжение. Потому что мы привыкли к тому, что оппозиционный блок, там, пятая колонна, да, они не могут... Я на эфирах с ними, на дебатах. Они не могут ответить на простой вопрос, там, аннексирован у нас Крым? Они начинают юлить... Кто начал войну против Украины? Принципиальная позиция оппозиционного блока. Но когда принципиально, скажите, нет, не аннексирован, нет, Путин молодец. Они же так тоже не говорят. Ну, то есть, это классическая такая пятая колонна. Но вот история с Кушнаревым показывает, что эта пятая колонна может переродиться, может трансформироваться просто в террористическую группу. И это может произойти как по целенаправленному плану, так и спонтанно. Потому что эти люди сидят, и они смотрят на своих вождей, которые из себя не могут просто выдавить признание того, что войну против Украины начал Путин, что Крым аннексирован. Но это знает весь мир, это не скрывает сама Россия. Но эти люди боятся сказать слово, что Крым аннексирован. Почему вы говорите войну начали? Верховная Рада и президент тоже не называют войну войной. У нас антитеррористическая операция. Ну это сейчас мы говорим о юридической казуистике. Я говорю о том, что эти люди не могут сказать о том, что Путин начал войну против Украины. Они не могут из себя это выдавить, потому что они боятся. Сегодня его напубликовали в списке нардепов, которые летают в Москву. Там половина оппозиционного блока оттуда не вылазит. Я вот последний раз... Ну с родственниками летают. Которые оденут футболку Гаруин и вмирают с лицом Бориса Немцова. А что там делают другие, те народные депутаты, которых там привечают? Ну как вы сказали, расскажет нам об этом уже история. Может быть и раньше нам об этом расскажет следствие. Хотелось бы. Благодарю вас за то, что нашли возможность прийти сегодня к нам. Спасибо вам. Народный депутат Украины, заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Алексея Гончаренко был нашим гостем. Мы передаем слово Ксении Терзи. Она расскажет о том, что происходит в городе в эти минуты. После вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно.